КОРОЛЬ АРТУР НА НАС ПОГОЛИ! Привет, мои дорогие! Это волнующийся пончик. У меня до сих пор пригорает, пригорает знатно, пригорает долго, французский прёт лезет и рвётся, потому что мы разбираем Андерфелл. Учитывая то, что я прекрасно знаю канон Андерфелла, и когда я увидела все эти фанфики, где из Андерфелл Папса сделали какого-то козла, у меня была примерно такая реакция. Падре Сатания Спиритуси, иди нахуй, пожалуйста! Я не понимаю, с какого перепуга из Андерфелла сделали какой-то притон пылить. Потому что в Андерфелл, да, у них гораздо хуже отношения даже между монстрами, но наши с Келли-братья, это всё ещё братья. И в Соул Фелл, который, слава богу, показывает нам канонный Андерфелл, Фелл Папс боится, даже если он случайно заденет Санса, потому что у Санса один ХП, и Санса-то его брат, то есть единственный, кто знает его настоящего. Андерфелл Папс заботится о Сансе, но не на публике. Как мы все прекрасно помним, показывать свою заботу на публике – это проявлять слабость. Проявишь слабость, и тебя будут пытаться убить постоянно. Андерфелл – это жестокая вселенная. Но какого-то хрена Андерфелл Папайрус избивает Санса. Как бы так помягче выразиться, вот и просто бомбит, не знаю, как помягче выразиться. Инцестом занимается, пускай будет так. Хотя этого в принципе не может быть. Я не понимаю, какого черта вы из нормальной вселенной лепите вот эту непонятнейшую хрень. Ладно, если бы они были в общении жестокие. Да. Но Андерфелл Папс никогда не навредит своему брату. Да он над Саней трусится, как мамочка-наседка. Он постоянно проверяет его, потому что волнуется за него. Он любит своего брата. Не в плане отношений, а в плане того, что это единственный родной ему монстр, который не смотрит на него, как на ОП. Санс? Да, у него один ХП, об этом знают все. И все хотят его убить. Ему сложно в этой обстановке. Поэтому единственный, на кого можно более-менее опереться – это Папайрус. Они не любовники, они братья. Папс никогда не ударит Санса. Никогда. У того один ХП. Сделает это, и он потеряет своего брата. Он боится потерять Санса. И ладно, если бы эта дичь осталась только в пределах ООС, то есть шипов. Но нет. Ее новички начали заносить в фанон. И что хуже всего – в канон. А это уже, извините, заставляет гореть пердаки очень многих прошаренных, вандерфл и вообще вандертейл людей. Потому что то, что творится в ООС, творится на совести самих ООС. И тех, кто их создал, и тех, кто их смотрит. И я лично знаю человека, который шипер. Я сама смотрю шипы, я смотрю ООС. Но я понимаю, что это вообще левая сторона другой медали. То есть оно никак не относится ни к канону, ни к фанону. И в фаноне, и в каноне наши ребята все нормальные. И именно новички развели этот просто бардак вокруг Андерфл. Понимаете, с Андерфл ситуация еще страшнее, чем с Андерласт. Честно, когда я готовила это видео, я не могла его выложить, потому что у меня горело несколько дней подряд. Мне пришлось прочитать просто уйму фанфиков, от которых просто хотелось, чтобы глаза вытекли. Ладно, когда я была поменьше и не так сильно разбиралась в фандоме, это смотрелось прикольно. Ладно, признаю, все мы грешили. Но я сейчас понимаю, что это просто ООС. И я никогда не считала это каноном. Потому что все шипы на любых фандомах это не канон. Это не фанон, то есть не фанбаза. Это ООС, отдельное шиперское течение, которое не относится к канону и фанону. Чтобы мне опять не начинали, что фанон портит все. Нет, фанон это нормальное как раз таки течение. Там просто все друг друга знают. Так вот, я сейчас хочу обратиться к людям, которые спутали ООС с фаноном, причем очень прочно. И которым уже не один год доказывают, что такого вандерфол не было и никогда не будет. Папайрус никогда не будет избивать своего брата. Потому что есть риск того, что он просто убьет Санса, учитывая уровень Папайруса. Папайрус убивал, а значит его love, level of violence, повышенный. Значит его характеристики выше. И ему тем более не стоит хоть как-то бить Санса. И он это прекрасно понимает. Это его брат. Святое трогать нельзя. Это единственный монстр, кто знает его настоящим, который его никогда не бросит и всегда поддержит. Хоть андерфол это более жестокая вселенная, чем оригинальная, но там все еще сохраняется. Братья это святое. Они понимают, они семья. И они должны держаться вместе, если они хотят выстоять в этом мире. Продолжение следует...